друзья всем привет с вами сергей детюк и сегодня у нас будет обзор на шведскую стенку передвижную которая называется универсал торговой марки ландос это днепропетровский производитель вот так вот она выглядит в разобранном виде очень много запчастей очень много элементов некоторые люди звонят и спрашивают как ее собрать как правильно повесить брусья сейчас мы все эти вопросы постараемся закрыть в этом видео итак сборку начинаем с установки двух вертикальных стоек впоследствии будут вертикальными сейчас мы просто положили на пол и начинаем вставлять в них перемычки обращаю внимание что перемычки все это металлическая труба не пластиковые думают именно металлическая просто одета сверху пластиковая оболочка для того чтобы не про не царапать и не повреждать лакокрасочное покрытие на брусьях там на скамье поэтому вот она идет в пластиковые оболочки труба представляем их 8 штук 1 2 3 4 5 6 7 до 8 ступеней собираем сперва на одну стойку и наживляем их болтами но обратите внимание наживляем только то есть закрутили оборотов 5 6 8 но не закручиваем до конца чтобы у нас был свободный люфт что там было дальше удобно собирать сперва мы наживляем все эти ступени далее мы вставляем поочередно эти самые перемычки в вертикальную стойку ответную когда мы вот так и все собрали мы берем эти две стойки и немножко прижимаем соответственно полностью вставляются ступени и начинаем наживлять вторую сторону стенки наживляем болты после того как мы все собрали мы можем их закрутить окончательно далее приступаем к сборке основы она состоит из трех частей выкладываем на полу их виде буквы п вот мы их выложили и начинаем закручивать болтами то есть стягиваем их вставляем болт закручиваем гайку опять же пока мы все только наживляем ничего не затягиваем теперь ставим на эту опору которую мы стянули кстати потом мы закручиваем ставим стеночку на нее саму шведскую стенку которую мы собрали в первый раз и закручиваем прикручиваем болтами уже к опоре вставляем болты и снизу будут принципе в обратном порядке вам будет совсем неудобно закручивать если снизу болты вставлять вот так вот поставили затянули ну вот в этом моменте уже можно затягивать болты которые соединяют вертикальную стойку с основой далее мы прикрепляем распорки не крепятся болтами которые чуть чуть длиннее чем все остальные 70 миллиметров длина их и в комплекте 4 штуки должно быть это болты которые длиннее всех остальных обращающего внимание они вот для крепления вот этой вот как раз распорки распорка служит для того чтобы стенка во время тренировки не наклонялась вперед соответственно не заваливалась таким же самым образом крепим вторую распорку здесь в распорке сперва болты наживили потом ставили болт в нижнюю часть тоже наживили только после этого производим окончательную затяжку болтовых соединений и так вот стенка готова мы ее собрали полностью осталось собрать навесные элементы частности этот турник брусья и скамья для пресса вот здесь производится затяжка болтовых соединений уже после того как мы все собрали далее собираем турник он состоит из шести элементов две распорки две основы турник и перемычка труба которая вставляется между основными направляющими крепим болты закручиваем эти консоли прикручиваем к основной раме с крюками таким же образом собираем вторую часть ручки тоже выполнены из жесткой резины рукоятками на турнике и на брусьях что дает им огромный огромный срок жизни то есть они не преновая как в основной массе которые там буквально через неделю-две или вминаются или стираются вообще хлам то здесь рукоятки будут служить я думаю весь срок службы пока будут служить его стенка и рукоятки будут тоже самое находиться почти в таком же состоянии в каком они были изначально то есть ними ничего не случится далее мы ставим их рядом вставляем нее дополнительную перемычку которая будет служить нам дополнительным элементом жесткости нашей конструкции турника она будет добавлять жесткости конструкции и предотвращать поперечные колебания турника во время занятий вот так это выглядит вкручиваем болт сюда переворачиваем ее и уже соответственно сверху вешаем турник обращаю внимание что турник вешается на болты не 10 миллиметров в диаметре а 8 миллиметров в диаметре и в комплекте всего 4 штуки и чтобы вы понимали что это болты именно вот отсюда с этой части части крепления вот они до увеличенной виде маленькие болты в принципе большой нагрузки нет на болтовое соединение потому что турник просто висит на квадратной трубе поэтому особо его крепить как-то супер жестко и надежно нет смысла поэтому болты чуть чуть меньше в диаметре ничего страшного так комплектуют завод вот наш турник готов и вот мы вешаем его на крюках на эти крюки он вешается на саму стенку турник переставной вешается на любой уровень под разный рост спортсмена максимальная высота до турника максимальной точки будет 235 2 метра 35 сантиметров далее мы собираем брусья вот так это выглядит в разобранном виде сперва прикручиваем спинку для опоры поясницы при подъеме ног в висе когда мы делаем пресс вот фиксируется спинка далее прикручиваем подлокотники обращаю внимание что все элементы изготовлены из полиуретана литые из полиуретана в подлокотниках еще имеется углубление для того чтобы локоть хорошо сидел и не ездил во время тренировки жестко фиксировался эти элементы очень мягкие и очень практичные то есть долговечные будут сложить очень долго и 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 образом обратите внимание вешаются брусья они не вешаются на крюки в положении брусья они как бы ставятся в распор между ступенями еще раз посмотрите вот так вот они вешаются на крюки это для положения со штангой то есть когда у вас есть гриф и вы хотите жрать лежа там или сделать приседания а в первом случае было показано как их повесить когда они используются в качестве брусик далее собираем скамью собираем это громко сказано здесь просто прикрутить одну ножку зафиксировать и все скамья готова вот таким образом она выглядит когда собранная то есть это лавка в положении для жима штанги примеру под углом вот так она выглядит собранном виде то есть два места запаковано в два места первое это лавка и все остальное и 2 это стойки и распорки в целом очень эффективный снаряд который можно поставить в любом помещении как дома так и в тренажерном зале особенно это интересно людям которые живут в частном секторе пример у меня дома есть такой же снаряд и летом я занимаюсь на улице а зимой я его заношу в дом и продолжаю тренировки уже в домашних условиях теплее естественно под навесом желательно держать летом потому что болтовые соединения могут все таки если прямое попадание воды будут ржаветь вот а если под навесом будет стоять никаких проблем с ним нет эту модель вы можете посмотреть на нашем сайте кстати там есть еще разновидности этой же шведской стенки передвижной есть она же с деревянными перемычками она же есть увеличенным профилем 50 на 50 усиленная модель и есть такая же модель с скамьей из полиуретана то есть она будет не кожзамом обито из поролоном а именно отлита из полиуретана скамья что в принципе делает ее практически вечной можно сказать вот все эти модели можно посмотреть на нашем сайте мускул шоп заходите к нам на сайт будем рады есть телефоны контакты если что-то интересует всегда подскажем и поможем с выбором на этом я думаю можно заканчивать с вами был сергей тетюк интернет-магазин мускул шоп и да пребудет с вами сила пока пока